В Самарском зоопарке опустили некоторые уличные вольеры. С наступлением холодов часть зверей и птиц перевели в теплое помещение. На павлинов, фазанов и розового пеликана теперь можно посмотреть в специальном ангаре. А вот голуби, волки, лисицы зимой чувствуют себя комфортно и на улице. В основном это те виды, которые обитают в таких условиях, какие у нас в Самарской области, или сходных с этими условиями. Ну, например, это такие хищники, как волки или лисицы. Это такие птицы, как хищные птицы, некоторые курообразные, те же голуби. Большинство копытных, например, это козы или ослы, это верблюд. Остались зимовать на улице тигр и лев. У царя животных в домике стоит обогреватель. Когда наступают сильные морозы, он находится там и выбирается только для того, чтобы поесть. Часто спрашивают про льва. Как же льву, все-таки это африканский хищник или индийский. Когда-то ареал льва был достаточно обширен. Можно представить себе участок между Африкой и Индией. Ну и лев, если не до Самарской области доходил, то достаточно высоко. Все-таки поднимался на Кавказе или в районе Каспийского моря льва можно было встретить. Там тоже достаточно суровые зимы. То есть, в принципе, этот хищник адаптирован к таким условиям. С наступлением зимы у обитателей зоопарка поменялся и режим питания. Еду и воду им дают гораздо чаще. Те животные, которые остаются на улице, у них рацион увеличивается. Им, соответственно, дают больше мяса, больше, так скажем, живых кормов. Те же кролики увеличиваются. По кормежке это все равно. Ну и вода, естественно, пока снег не выпадет, вода часто меняется, потому что промерзает. Полюбоваться обитателями зоопарка можно и зимой. Правда, из-за того, что в Самаре пока нет снега, а морозы уже ударили. Енота-полоскуны вход в домики забили соломы и спрятались. Выходят лишь на время. А вот сурки еще в конце сентября отправились в долгую спячку. И будить их не планируют. Даже на день сурка, который отметят в мире 2 февраля. Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События.